Социальные и детские учреждения на особом контроле специалистов пожарной инспекции. Тенденция такова, что с наступлением поздней осени традиционно отмечается рост пожаров в жилых домах, который связан с эксплуатацией печей и электрооборудования. О выявленных нарушениях в ходе проверки и штрафах в сюжете Виталия Абрамова. Сегодня пошлинспекторы наведали специальную школу-интернат восьмого вида для детей, оставшихся без попечения родителей. Такие социальные объекты находятся на особом контроле у специалистов ГПН, так как в таких заведениях люди, в частности несколько десятков детей, находятся круглосуточно, и пожарная безопасность должна быть на высоте. Однако не прошло и нескольких минут с начала инспекции и первое замечание. Огнетушители у вас стоят, давление ухала должно быть, как вы знаете, на зелёной стрелке. Вот у вас ножом. Так было обнаружено ещё несколько мелких нарушений, но вместе с тем, благодаря недавнему ремонту в здании, появилось множество противопожарных дверей и дополнительных эвакуационных выходов. Переход оснащён, оборудован противопожарной дверью с двух сторон. С дворчиками, с уплотнителями, хорошо закрывается. И с этой стороны тоже имеется противопожарная дверь, оборудована дворчиками, устройствами для самозакрывания дверей. Помимо основной задачи проверки, сотрудники МЧС параллельно проводят специальные инструктажи. В случае применения, значит, корабль интуристируется, батарея, и в окно открывается. Таким образом, в целом, инспекторы остались довольны противопожарным состоянием объекта. Имеется беспроводная система «Стрелец», которая прямо выходит с выводом на пульт 1. Если, например, пожарная сигнализация сработает, то напрямую в диспетчерскую на 0,1 сигнал поступает. Обнаруженные незначительные нарушения представители объекта обещают устранить в ближайшее время. Ну, естественно, мы их примем во внимание и сразу будем устранять все, что касается небольших недостатков. По республике таких социальных объектов к круглосуточным пребываниям людей насчитывается более 250. Инспекторы отмечают, что с каждым годом пожарная безопасность продолжает расти. Наталья Абрамов, Анвакасаха, Якутск.